Такое ощущение, что китайские бренды уже начали добираться и влиять на все известные бренды, и это уже не остановить. Как бы глупо это ни казалось и как бы дико ни звучало, но ответьте мне на такой вопрос. Почему всемирно известная американская компания, основанная в 1896 году, выпустила свой первый смартфон в 2018 году в корпусе от среднеценового китайского смартфона, Doogee BL12000? Да, сегодня поговорим о Energizer PowerMax P16K Pro, который я не хотел бы упускать из виду. Его представили, ну как представили, показали пустой корпус на MWC, и основной упор сделали не на реальные возможности смартфона, а чисто на объем аккумулятора. Сам же аккумулятор, кстати, в корпусе также не был представлен. Они, наверное, заказали Doogee, вытащили все внутренности из него и стерли логотип, выдавая это за свой смартфон. Ну блин, со стороны это так и выглядит. Если взглянуть на представленное железо, то параметры типичного среднеценового китайца во главе с MTK налицо. Helio P23 или P25 процессор, 6 гигов оперативки, 128 постоянки и главное, аккумулятор на 16000 мАч. Давайте я вкратце объясню вам, друзья, что вы получите на практике. Если получите, конечно. Учитывая неспособность процессора P25 быстро заряжать смартфоны, можно рассчитывать примерно на 7-8 часов зарядки. Это треть суток, если что. При этом вес смартфона будет находиться в районе 380 грамм. Если заявленная емкость аккумулятора все же будет присутствовать. И да, не забываем, что дисплей 6-дюймовый, корпус толщиной 15 мм и как вы думаете, кому удобно будет пользоваться такой инновацией? Я ведь более чем уверен, что выйдет смартфон сразу с кривоватой прошивкой, с неработающим вторым модулем камеры и чрезмерно завышенным ценником. Впрочем, вскоре увидим. Интересно, сможет ли он работать в качестве пауэрбанк? Это реально напоминает обычный китайский смартфон, но постойте. Компания Energizer ведь американская. Это же та страна, которая выпустила величественные айфоны. Страна, которая занимает передовые места в развитии экономики и уровня жизни. Как же так получилось со смартфоном-то, а? Не знаю, как вы, друзья, а мне эта модель интересна лишь с точки зрения автономности. Если реально смартфон получит такой аккумулятор, то в среднем использовать смартфон без подзарядки можно будет около 5 дней. А это прям очень неплохо так. Друзья, жду ваши комментарии под видео по поводу такого нестандартного смартфона, который на презентации даже не смогли толком показать. Ну это просто макет, то есть тут, собственно, ничего и не работает даже. Да, неподготовленность такой большой компании немножко сбила с толку. Но судя по заявленным параметрам, чудо явно ожидать не стоит. Подписывайтесь на канал, друзья, и до скорого.